Микс Ньюс. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться» выходит на радио «Болтком» в студии Олег Пьека за звукорежиссёрским пультом Евгений Копеин. И сегодня в нашей студии председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. И вот у нас сегодня, получается, сразу три темы, каждая из которых, наверное, могла бы стать темой для целого часа обсуждения. Но постараемся, может быть, к каким-то темам мы вернёмся. Мы анонсировали, что поговорим и о новой модели сбора мусора в латвийской столице, о том, как это может отразиться на тарифах на эту услугу. Ну и ещё вот есть две темы для обсуждения, которые тоже, я думаю, будут очень актуальны и важны для всех, кто проживает в домах в Риге. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И также вы можете задавать ваши вопросы, присылать их на WhatsApp номер 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. С какой темы начнём? Я думаю, мы обозначим сразу все эти темы, чтобы если радиослушатели по какой-либо из них, а может быть по другим возникнут вопросы, чтобы они звонили сразу. Значит, основное, я думаю, так, что сейчас очень интересно прозвучала информация от Министерства экономики о том, что здание находится в таком, ну скажем так, двухсерии в прелочебном состоянии. И готовятся исследования, и там была информация такая очень неприятная для собственников квартир. Второе, это одновременно идёт сейчас подготовка новой методики оценки кадастровой стоимости земли и зданий. Здесь тоже готовятся некоторые сюрпризы, которые могут оказаться в противостоянии вот с первой информацией. То есть дома, с одной стороны, Министерство экономики оценивает как в очень плохом состоянии, а кадастр может оценить их как достаточно дорогой предмет, потому что на рынке они всё-таки пока ещё пользуются спросом. Ну и третье, конечно, очень болезненное, я думаю, скоро станет болезненной темой. Это та реформа, которая предстоит по обслуживанию и вывозу мусора, поскольку ясно уже, что анонсировано окончание публично-частного партнёрства между Гетлине и некими компаниями, которые будут обслуживать вывоз мусора в городе Риге. И это фактически установление монополий. Монополий лет на 20. То есть это первый такой момент. Второй уже анонсировано, что в конкурсе участвуют два конца, ну два пенсабеля, то есть полных товарищества, полных общества. Причём наиболее дешёвое предложение о вывозе мусора – это 20 евро за один кубический метр. То есть, ну, чтобы рижане правильно понимали, один контейнер, ну, большой контейнер, как мы его привыкли видеть, это 1,1 куба. Значит, его стоимость вывоза будет стоить где-то, независимо от того, чем он наполнен, как плотно он наполнен, 22 евро. Плюс ПВН. И в этом случае, для сравнения, чтобы все понимали, сейчас среднедействующая цена в городе – это где-то 11-12 евро. То есть это получается в два раза. В два раза. Это вроде бы направлено на благо, но вот когда начинаешь спрашивать, то ты вот благо для собственников я не очень вижу. Я понимаю, что вывоз мусора и обработка, и утилизация отходов – это суперважная задача. В общем, мы должны быть не погребены этим мусором, с одной стороны, с другой стороны. По тому частному публичному партнёрству, что я вижу, основное обязательство – это современная техника для вывоза, и это создание определённых централизованных площадок для сортировки мусора, то есть для подготовки мусора, ну, к дальнейшей сдаче. То есть, видимо, предполагается, что где-то будут созданы ещё промежуточные точки сбора и обработки мусора. Но когда начинаешь спрашивать, а что, собственно, получат, кроме повышения цены сами жители, то тут как-то становится всё очень скучно, потому что, ну, давайте будем откровенны, площадки для сбора мусора – это вообще нечто, за исключением некоторых отдельных случаев, это всё достаточно примитивно, это непривлекательно, это некрасиво, это… То есть, весь мусор сваливается и затем… Нет, то есть, сама площадка, она не оснащена по-современному, она архитектурно не оформлена, то есть там в лучшем случае у тебя стоит бетонное ограждение, в худшем случае этого нету, стоит контейнер, в котором раздявлен зев, и птицы, хорошие и нехорошие люди могут там подойти, выбросить, забросить, вытащить, и вокруг этого всего создаётся, ну, такая не самая лучшая обстановка. Плюс к этому ещё эти контейнерные площадки, сейчас такая тенденция, поскольку услуга становится очень дорогой, я бы сказал, она достаточно дорогая, то, ну, я могу сказать по своей квартире, у меня на сегодняшний день мы платим чуть-чуть свыше 10 за евро за вывоз мусора, а после Нового года, ну, если верить тому, что будет написано, где-то порядка больше 20 евро. Для сравнения, за реновацией своей квартиры я платил 30 евро. Так вот, ну, сравниваем, то есть полный дом, полная реновация дома стоила мне в месяц 30 евро, а сейчас вывоз мусора для семейства человек, он будет стоить где-то порядка 30 евро. Ну, это золотой мусор получается буквально. Ну, получается буквально, но, понимаете, опять-таки, я говорю, там есть свои факторы и за, и против, но весь вопрос в том, что если вы посмотрите даже на такие малые города, как Цессис и Сигалда, то там уже контейнеры сами для мусора, они уже другие, они и конструктивно другие, они уже углубленные в землю и так далее. И там уже ты подходишь, он закрывается, он не раздявливается, вот как вот этот вот контейнер и так далее. Там немножко все по-другому, а если посмотреть немножко дальше, куда мы стремимся, то там уже и в микрорайонах устроены трубопроводы для вывода мусора. То есть ты опускаешь, стоит три трубы, стоит пневматический трубопровод, ты забрасываешь мусором, он уходит в соответствующий контейнер, который стоит вне микрорайона. Даже такие вещи уже есть. Я понимаю, это все стоит денег, но тогда к чему стремление? Только к тому, что повысим цену и сделаем площадкой для сортировки мусора, наверное, мало. Следующий вопрос, который с мусором связан, поскольку услуга дорогая, значит, каждый дом стремится свой контейнер поставить к своему дому. Ну, понятно, да, чтобы никто не выбрасывал. Да, но опять-таки начнутся мусорные такие, условно говоря, войны, потому что все равно эта ситуация всем знакомая, проезжающие мимо машины останавливаются и пакетик с мусором летит в ваш контейнер. Я бы сказал так, ничего страшного, если это мусор в соответствующей категории, которая собирается. Ну, что делать? Ну, человек выбросил не на улицу, положил сюда. Но на самом деле начнется вот эта дележка, и это все ни к чему хорошему не приведет. На самом деле, если уж делать такую революцию дорогостоящую, то надо было бы перепланировать и оптимально спланировать контейнерные площадки. И поставить новые современные контейнерные блоки, сейчас есть хорошо архитектурно оформленные, заглубленные, с тем, чтобы сэкономить и место, и сделать привлекательными эти места сбора мусора. Плюс к этому, это очень важно еще с той точки зрения, что у нас внутриквартальные дороги разрушаются, в том числе, и потому что сейчас идет беспорядочное основание тяжелейших мусоровозов по внутриквартальным дорогам, которые не строились как шоссе. То есть они не строились с расчетом на такую нагрузку, что там 20-тонная машина будет по ней ездить и так далее. То есть здесь очень важно было бы наладить логистику и, может быть, вывести точки сбора мусора там, где это можно, сделать их централизованными и вывести их на места, где меньше надо ездить вот этой тяжелой техники внутри квартала. Потому что там еще вторая проблема – это то, что внутри квартала припарковано много машин, и это вот начинается лазание и по тротуарам. Ну да, если улицы узкие, вот я буквально пока шел на радио, я был свидетелем того, когда мусорная машина, подъехав для сбора мусора, она просто загородила улицу Сколос полностью. Ну то есть вот пока эти, ну хорошо, это было 3, может быть, 4 минуты, но на 3-4 минуты вот проезд по улице был просто заблокирован. Ну а это с одной стороны, да, хорошо, а если эта машина вынуждена еще забираться на тротуар, там начинать маневрировать на тротуаре, там никакими ремонтами ты ничего не спасешься. Поэтому здесь надо было бы решать вопрос в комплексе. И здесь очень тоже существенный момент, что если попытаться сейчас планировать переустроить площадки для сбора мусора, то есть перепланировать, определить им другие точки, то здесь очень серьезный вопрос будет о том, что право собственности на землю. Сейчас мы всю Ригу поделили между частными собственниками. Собственно говоря, внутри квартала вся земля кому-то это принадлежит. Если частный собственник, вот здесь я единственный раз, когда могу сказать, если это один владелец, то с ним еще как-то можно прийти к разумному, наверное, компромиссу. Но когда у тебя на этом участке земли 100 собственников, тогда как прийти с ними к какому-то компромиссу? Это почти невозможно. Поэтому очень бы хотелось бы и услышать разъяснение от тех, кто инициирует вот эту вот реформу по вывозу мусора, к чему это в итоге приведет и как это отразится именно на жизни микрорайонов. Потому что в глобальном масштабе все очень хорошо. А чем объясняется вот необходимость в этой реформе? Ну то есть вот ее же когда объявили, ну какая-то была причина. Это уже тянется лет 10. Это вяло текущий процесс, который идет лет 10. Я помню, никому не интересно, почему. Потому что сейчас вот если вы захотите, сейчас четыре компании в основном обслуживают Виги, и уже знаешь, что будет эта реформа, сейчас если вы захотите перейти от одной компании к другой, то у вас уже интересов в клиентах нет. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, доброе утро. Мне кажется, надо начинать еще, то есть не начать продолжать воспитывать людей. У нас сейчас в Каубуре стоят контейнеры за решеткой с кодовым замком. Ну так другие люди оставляют около этой решетки. Это еще хуже вид получается. Спасибо. Спасибо. А это и есть проблема. И с этой проблемой вы ничего не сделаете, ни решетками, ничем. То же самое у меня в кооперативе. Есть определенная логистика. И логистика, я подразумеваю, потоки людей. И есть эта логистика в сознании каждого человека. И сознание, не сознание. Если мой дом стоит на пути к троллейбусной остановке, и у моего дома стоит контейнер, а у человека, который выходит из соседнего дома контейнер, находится за его домом, то я вас уверяю, куда он понесет мусор. Идя на троллейбус, он его понесет к ближайшему мусорнику. И в этом плане привязка мусорников к дому сейчас абсолютно бессмысленная вещь. То есть мы пытаемся, мы пытаемся обособиться. Вот вы поставили решетки, есть контейнеры, которые еще с чипом и с весами. Мы можем... Ну, нет, есть, потому что на самом деле они есть, эта техника есть еще и потому, что вообще-то в мире это достаточно дорогая услуга. Но, по сути дела, если уже город взялся за организацию одного конца, то, наверное, надо было бы и организовать и второй конец. И вообще мое мнение такое, что вывоз и обработка мусора – это дело города. Это не дело домоуправления и собственников квартир. Собственники квартир должны оплачивать эту услугу. А город должен ее построить так, чтобы это было оптимально с точки зрения логистики, чтобы прекратить эти споры, кто где сложил мусор, куда выбросил. И, соответственно, назначить либо плату с регистрированного человека, либо какую-то другую плату. Сказать, что вот должны платить столько за обработку мусора. А не так, что сейчас каждый дом делится по-своему, и это все превращается на... И что это дойдет до конфликтов открытия. Но сейчас, например, учитывается, что в одной семье, предположим, один человек, есть большие семьи, где большое количество мусора выбрасывается. Это учитывается приемом? Это никак не учитывается. На самом деле есть первый принцип. Сейчас все компании, которые обслуживают вывоз мусора, считают, что они по графику, мы заключаем по каждому адресу, по каждому контейнеру, заключаем определенный, ну, устанавливаем график вывоза, как часто его надо вывозить. И считается, независимо от того, заполнил он в данный момент или нет, подошел к нему контейнеровоз, мусоровоз, значит, он опорожняется. Если у вас стоит три контейнера, допустим, у дома, емкостью один кубический метр, и вы пять раз в неделю подъезжаете к контейнеруоз, вот 15 кубов вас вывозят. Что там есть по факту, тяжело, это никого не волнует, и это вывозится, а дальше внутри дома можно делить, как хочешь. По правилам можно делить и на количество людей, и на площадь, и на количество квартир, и на количество фактически проживающих, и зарегистрированных, и так далее. Но это все дом должен решить сам внутри себя. Но, в принципе, учитывая, что мусор вообще-то производит человек, то и примерно известна статистика, сколько один человек за год производит этого мусора и в тоннах, и в кубических метрах, наверное, справедливее было бы взимать плату с количеством людей. Но у нас же и эти данные засеквечены. Это же тоже персональные данные. Какое у вас количество людей? Потом фактическое количество людей не совпадает с регистрированным количеством людей. Здесь есть свои нюансы. Поэтому хотелось бы... Раньше было просто. Когда-то было просто. Было установлено, когда была прописка еще, я помню, что было установлено, что плата за одного прописанного там составляет рубль, грубо говоря. Вот 10 прописанных, 10 рублей. Ну, условно. Сейчас, но хотелось бы, чтобы все-таки город взял всю организационную часть на себя. Потому что по-другому невозможно. Когда в одном микрорайоне три обслуживающих организации и тысяча собственников, ну, никогда их невозможно организовать. Это должно быть централизованной услугой. То же самое по вывозу вот этих вот сортированных. Да, ведь многие люди выносят, ну, сортируют, то есть кто так, с зеленым мышлением, а не пластиковые бутылки, картонки, стекло, стараются выбрасывать. Стараются. Но есть два нюанса. Первый. Компании, которые сегодня пытаются приучить нас к вывозу, к сортировке мусора, говорят, что вот вывоз такого сортированного мусора, он бесплатный. То есть контейнер с картоном или со стеклом, или с пластиком будет вывозиться бесплатно. При условии, если там нету постороннего мусора. И очень часто вот люди стараются, а потом подъезжает, ну, условно говоря, машина, а может не машина, а пешеход с мешочком, и ему плевать, куда кидать данный мешочек. Он берет его и в сортированный мусор. Раз, и вывоз этого контейнера становится платным. И отшибается полностью, всякое желание. Здесь тоже нужно было бы, кроме рекламно-воспитательной работы, всем проявить теплое терпение. Здесь надо было бы приучать людей к тому эксплуатировке мусора. Сорвался у нас звонок. Человек звонил, звонил, но вот не дождался. Сорвался звонок. Я напомню, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны, и на WhatsApp вы можете присылать вопросы Сергею Сидорко, 2-3-0-6-1-9-1. Насчет вот опыта, ведь наверняка я понимаю, что не нужно изобретать велосипед, и во многих странах эти вопросы все-таки решаются. Есть ли какой-то опыт, который мог бы устроить Латвию, Ригу, в частности, по поводу решения мусорной проблемы? Ну, вы знаете, это очень глобальный вопрос, на самом деле. Но я могу сказать так, что у нас и в Латвии хватает опыта. Допустим, я видел очень приличные, очень интересно построенные контейнерные микрорайоны, внутри микрорайона, уже централизованы, вот именно с таким подходом, чтобы всем было удобно и красиво, построено уже на других, используя другие контейнеры, не эту пластмассу с крышкой, другого конструктива контейнера и специальные контейнерные станции, есть уже в Сигуде, в Цессисе, например. Наверняка в других малых городах тоже что-то есть. Насколько я понимаю, в Юрмале они пошли по другому пути. Ведь есть еще нюанс. Если у нас контейнер, контейнер опорожняется по объему, то есть там, сколько бы ни было, там, допустим, лежит 50 пэт-бутылок, которые никто не удосужился сдавить, это полный контейнер, высыпали, и это один кубический метр. То Гетли не принимает мусор по тоннам. И как перевести вот справедливо кубы в тонны, это вопрос, да? Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Меня зовут Николай. У меня такой вопрос. Скажите, а есть где-то площадки, где можно сдать мусор самостоятельно? Ну, приехать на машине с мешком, например, или с двумя мешками, и вот отдать мусор там на денежку или без? Насколько я понимаю, свой личный мусор вы можете совершенно легально сдать в Гетлине. По крайней мере, там за тонну мусора вы заплатите с данного мусора вы заплатите 70 евро, это включая ПВН, и его должны принять и обработать. Все, что я знаю. Другой площадки я не знаю, но на самой базе в Гетлине если это ваш личный мусор, то его должны принять. Я не знаю, как будет после частного вот этого публичного партнерства. Будет в Гетлине, потому что одна из идей, что Гетлине будет принимать только от компании определенной. Но я думаю, что от частного лица они не вправе отказать. Они могут. Но вот вопрос, если появляется монополия, вот что значит монополия? Потому что мы все знаем еще из, я не знаю, школьных уроков, что, как правило, монополия приводит действительно к повышению стоимости. Дело в том, что я не знаю, что значит монополия. Значит, то, что сейчас я могу понять и то, что я понимаю из того, что опубликовано, это то, что будет Гетлине принимать, всю Ригу будет обслужить одно полное, ну, пинсаби, две полные товарищества, и оно будет обеспечивать полностью весь вывоз мусора, сбор мусора в городе Риги, возможно его в какую-то там предварительную подготовку и потом транспортировку на Гетлине. Вот это означает, ничего другого там не предвидится, уже есть оценка, что этот контракт будет заключен на 20 лет и где-то общая стоимость вопросов будет где-то 700 тысяч, 700 миллионов евро. Ну, вот это вот цена вопроса. С одной стороны, такое долговременное планирование, оно хорошо, потому что, ну, можно тогда каким-то образом планировать и техническую базу и улучшение и все-то. Весь вопрос конечного результата. Если это только направлено на то, чтобы усовершенствовать окончательный процесс захоронения и утилизации, то все прекрасненько, только нам, жителям, что от этого останется. Это один конец вопроса. Второй конец вопроса, как нам удобно сдавать, по понятной справедливой цене и, по крайней мере, понимать, за что платят. Потому что сегодня вот та же самая Юрмала, она тоже, вы говорите, где-то учится. В той же самой Юрмале сегодня мусор собирается по весу. То есть все контейнеры, насколько я знаю, они оснащены специальным микрочипом и все машины имеют взвешивающее устройство. Они уже сразу мусор принимают в тоннах. Но уже нет этой мысли задней о том, что я сдал там воздух или полупустой контейнер, а я плачу как заполненный. В данном случае определена стоимость сбора тонны. там уже более-менее я не скажу там будет дешевле или дороже, там более прозрачно. Для меня более понятная схема получается. так что я не думаю, что надо далеко очень куда-то бежать, хотя скорее всего специалисты, которые занимаются этой программой и этим партнерством, они ездили далеко. В Эстонии очень интересны тоже вопросы. Там контейнеры совсем другие по конструктиву, по внешнему виду применяются. Они скорее украшают окружающую среду, чем ее. Это не мусорник, это я точно могу сказать. Это не мусорник. А вот у нас еще один есть, я потом задам свой вопрос. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день. Скажите, у меня вопрос, что касается отсортированного мусора. Ведь достаточно многим известно, что компании получают субсидирование за каждую собранную отсортированную тонну. Допустим, позиция полимера, насколько мне известно, получает больше 120 евро за тонну. Мне кажется, вот ответ, почему весь отсортированный мусор в контейнерах, который предназначен для раздельного сбора, сыпется в одно целое. Потому что компанию выгоднее, как вы говорите, по тарифу 70 евро выкинуть в Гетлине, но при этом получить субсидию, показав какие-то объемы, якобы собранные, 100 с чем-то евро. Скажите, это правда или нет? Спасибо. Я могу сказать только одно. Я знаю, что я вижу на официальном сайте Гетлине, сколько стоит обработка несортированного мусора. Я вижу предложение от компаний, которые собирают мусор, о том, что мы установим вам бесплатно и будем бесплатно обслуживать контейнеры для сортированного мусора. И это устанавливается и обслуживается до тех пор, пока там не начинается подмешка мусора. Какие у них внутренние условия, я не являюсь специалистом в этой области. Я не знаю, что там и как. Следующий у нас просто вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, планируется ли что-то сделать с мусоропроводами, там, антисанитария, крысы и так далее? Ну, вот, я немножко обескуражен вопросом. У меня в моих домах порядка 20 мусоропроводов, но нет ни антисанитарии, ни крыс. Я не знаю, что вы планируете с ними сделать, потому что, на самом деле, если выставлять контейнеры мусорные на улицу, когда у вас есть специальное помещение, или держать это помещение открытым, это достаточно опасная штука, потому что были попытки поджигать эти контейнеры. А мусоропровод в данном случае является очень хорошим дымоходом или тяговым устройством. Если, не дай бог, мусор не мусор зажечь на первом этаже, то там протянет до последнего в момент. Я не знаю, мусоропровод нужно, помещение приемное нужно мыть, нужно применять средства диоретизации, какие должны быть в каждом доме, крыс не должно быть. Крысы появляются там, где есть источник питания, а не там, где мусоропровод. Если мусоропровод чистится, моется и своевременно вывозится, что там может быть, что там крысам делать? Следующий вопрос, который говорите, что антисанитария, ну, бывают случаи, когда люди вдруг забываются и жидкие продукты начинают выливать? Ну, тут с людьми нужно работать. Ну, а самое главное, на что нужно обратить сейчас внимание с мусоропроводом, вот эти приемные ящики, они должны герметично закрываться. в оригинале там была плоская приемная площадка и на этих вот ковшах с крышкой на них были резинки уплотнительные и тогда никакого ни запаха и никаких неприятных вещей нет. Нужно просто привести эти приборы в порядок. Хотя вы, как собственники квартиры, имеете право принять другое решение, закрыть мусоропровод. Но, я говорю, если его нормально обслуживать, то я не вижу там с ним проблем и неудобств. Наоборот. То есть, получается, что, ну, да, тогда этот мусорный контейнер нужно куда-то выставлять, нужно... Ну, если вы поставите его рядом с домом, то есть, там есть контейнерное приемное помещение, ну, можно открыть двери. Ну, тогда, понимаете, это не совсем безопасно. И были случаи, была такая, один момент, был случай массового поджога этого мусора. А это очень неприятно. Следующий момент, ну, надо смотреть. Но, вообще, в принципе, мое мнение такое, я отвечу так, там, где есть какие-то средства, которые были предусмотрены по проекту, их надо поддерживать просто в рабочем состоянии, больше ничего. Не может быть от него неудобства. Крысы появляются, я еще раз повторюсь, вот там, где кормят котов, там всегда крысы, отвечу сразу. Потому что остатки пищи, которые кормят котов и которые не доедают, обязательно доедаются потом крысами. мусора. Ну, понятно. Да, у нас, в принципе, времени не так много, а вот мы как-то еще не затронули и тему все-таки повышения кадастровой стоимости, изменения. Всегда, когда говорят про изменение стоимости, почему-то даже бесполезно спрашивать, в какую сторону она будет меняться. Понятно, что все это будет повышаться и с выводом, с вывозом мусора, и в том числе и с кадастровой стоимостью. Проблема с кадастровой стоимостью начинается с другого немножко конца. Там методика оценки, которая была, она установила стоимость и жилого, и земельного фонда, потому что мы платим налоги за недвижимость по двум составляющим. Одна это за саму недвижимость, за квартиру и плюс еще налог на землю. Оба этих налога, у них ставки разные, за жилье мы платим по-моему 0,1-0,5 маленькую, ну, или 0,2 процента, за землю 1,5 процента. Поэтому и самое главное, что эта стоимость была заморожена на 3-4 года. Сейчас ее планируется отпустить. Сейчас будет новая методика, будет планироваться отпустить. И в какую сторону это все отпустится, это очень трудно предсказать. Но практика показывает маловероятно, что она будет отпущена в нижнюю сторону. Это первое. Поэтому надо было бы понять, и вот сейчас там обсуждаются правила Кабинета Министров по оценке, хотелось бы иметь комментарии, которые были бы более простые, а не такие вот специальные, как там они, сама методика излагается. И второй момент, там то, что предлагается и, наверное, справедливо, что прилегающий участок земли, который закреплен за вашим домом, он будет зонироваться. То есть, собственно, площадь застройки, дальше функционально необходимый участок и все излишки. И это будет, возможно, будут разные ставки налога на это, потому что излишки, они имеются, и это было просто, ну, результат такой, такой земельной реформы, какая она была. И у меня есть дома, допустим, площадь дома 3000 квадратных метров и прилегающего участка земли 6000 квадратных метров. Это очень много. Это вдвойне. При том, что они находятся в районе, где-то достаточно плотная застройка. И из них там 2000 квадратных метров это внутридомовая зеленая зона, которой пользуются все, а платить должен один. Ну, и там вот, насколько я понимаю из комментариев, предполагается сделать какое-то послабление. Но надо смотреть, но в принципе, скорее всего, нужно готовиться к тому, что в общем и целом это все подорожает. Все подорожает. Ну, а как это действительно связать с тем, что вот состояние домов, кстати, вот каких конкретно домов может быть, становится все более-более критичным и ухудшается? Вы знаете, вот тут очень интересный вопрос, потому что в принципе то, что дома стареют и то, что мы их не эксплуатируем надлежащим образом, это совершенно очевидно. Я уже не раз говорил и на вашей передаче, тоже упоминал, что есть инструкция по эксплуатации от 78-го года по эксплуатации крупнопанельных домов, и мы ее систематически нарушаем по многим позициям. То есть, в свое время проектанты, которые проектировали эти дома, они проектировали их сроком службы на 125-150 лет при условии, если они будут эксплуатироваться определенным образом. Так вот, мы старательно нарушаем. Я на сегодняшний день не видел ни одного инженерного подтверждения, когда именно род инженеров, о том, что эти дома находятся в каком-то критическом либо ужасном состоянии. С 96-го года я организую эксплуатацию 30 домов вот этих серий, которые были упомянуты, 464-й и 602-й. И я не могу сказать, что эти дома в каком-то таком вот особо плачевном состоянии. Поэтому здесь скорее, наверное, нужно идти от другого, что эти дома могут прийти в плачевное состояние. То, что там министерство хочет провести проверку силовых соединений, это приветствуется, потому что на сегодняшний день чисто организационно мы ничего не можем сделать. Ведь у нас попасть в квартиру невозможно. Вот давайте говорить так, там в том числе в этом пресс-релизе упоминал, что вот перестройки. даже строительного инспектора строительной инспекции собственной квартиры имеет право не пускать. Только потом утирайся и иди в суд. Штрафуй и иди в суд. Ну, ненормально это. Я не знаю, где еще, в какой демократической стране Европейского Союза строительный инспектор не может попасть на объект, если у него есть основание или желание проверить состояние этого объекта. В квартиру ты не попадешь. Это первое. Второе. Для того, чтобы делать проверку вот этих вот силовых соединений, она делается, к сожалению, разрушающим методом. То есть, ты должен вскрыть стену, обычно это вскрывается изнутри квартиры, открывается само соединение, и тогда его можно визуально и технически обследовать. Есть методы, насколько я понимаю, ученые предлагали методы не разрушающего контроля, но для того, чтобы их ввести на уровень, скажем, регулирующего документа, нужно все-таки комбинировать, набрать некую статистику. Вот как сегодня планируется попасть в квартиру для того, чтобы изнутри вскрыть? Ну, какой собственник хочет, чтобы вскрывали его... Ну, вот тут начинается, какой он хочет, а потом, кроме того, что он хочет еще, после этого, наверное, надо восстановить. И это, наверное, вскрытие не закончится тем, что мы полквадратного метра стены испортили, и потом ушли, полквадратного метра заделали. Там, наверное, все посложнее. поэтому я бы очень настоятельно бы рекомендовал обратить внимание, что нам надо вводить технический регламент эксплуатации этих домов, если мы хотим сохранить этот жилой дом, если мы хотим его уничтожить, ну, это другой вопрос, но если мы хотим его сохранить и выжить из него максимум возможного срока эксплуатации, то нужно вводить технический регламент и решать правовые вопросы, связанные с доступом в квартиры и регистрацией, скажем, незаконного строительства. Это 100%, потому что сегодня там может происходить за стенами все, что угодно, и вас не пускают внутрь для контроля. Эти вот моменты, и их нужно решать обязательно. Ну, вот вы сказали, что срок эксплуатации этих панельных домов 100-150 лет, и, в принципе, многие были построены еще в середине прошлого века, то есть, ну, как бы не за горами маячит срок, который обозначает вот конец их эксплуатационного перемена. Немножко не так. Основная масса домов в Риге, особенно тех серий, которые упоминалось, они были построены начиная с 1976 года, то есть далеко не... Мы еще по проекту мы еще к половине срока эксплуатации не подошли. Другое дело, что наши нормативные документы сделали кульбиты, если по строительному нормативу 1996 года срок службы зданий 464 серии был 150 лет и 602-й, 150, в ней есть документы, которые это показывают, и это было государственное регулирование, то в 2010 году они вдруг стали, срок эксплуатации стал 40-50-60 лет. Но такой вопрос, а вот где инженерные исследования, что подтверждают, что настолько вот за 10 лет ухудшилось состояние зданий. К сожалению, я не видел, я не получил разумного объяснения, нет одного должностного лица, почему до 1996 года было 150 лет, а потом стало 70. Влияют ли эти исследования на стоимость самого жилья, ну то есть вот то, что собственник приобретал его по одной цене и вдруг вот... Сейчас эту компанию развернуть пошибче, то да. Конечно, банки сразу насторожатся, что им... Если на официальном уровне заявляется, что это уже, скажем, критический жилой фонд, кто будет кредитовать, а раз не будет кредитовать, значит, не будет никакого стоимости. Сегодня квартиру, я думаю, что мало людей из Латвии, которые могут достать из кармана там рыночную стоимость этого жилья и выложить без банка. Как правило, все это идет через кредитование. Поэтому удар по этому сектору жилья можно нанести очень существенно. То есть получается, что такие, ну, как бы, исследования, такие заявления, они могут иметь большие, ну, такие, действительно, критические последствия, то есть с этим нужно очень и очень быть осторожными. Ну, я думаю, те, кто купили недавно квартиру в кредит, они, по крайней мере, очень глубоко вздохнули, когда прочитали эту информацию на самом деле. И, скажем так, я понимаю, там, устремление возможно чиновника к тому, чтобы заставить побудить собственников квартиры больше заботиться о жилом доме, но сегодня уже времени не хватит. Просто мы можем с вами продолжить в следующий раз, что такое признать дом негодным к эксплуатации, какие вот следующие последствия будут. Давайте рассмотрим эту тему. Ну, тогда действительно мы в следующий раз поговорим на эту тему. Большое спасибо председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергея Сидорко был в программе «Добро пожаловаться». До новых встреч.